Поступило множество вопросов от людей, которые спрашивают, что является харамом запретным, когда речь заходит о близости с женой? Какие действия, в отношении которых мы должны знать, что они являются запретными? Этот вопрос касается интимных отношений между супругами, а потому важное предупреждение – данный материал не предназначен для просмотра детям и подросткам. Итак, повторю вопрос, что является запретным в отношении близости между супругами? Что касается того, что запрещено шариатом, две вещи запрещены. Две вещи являются запретными согласно Корану и Сонне. Первое – это анальная близость. Это то, что является абсолютно запретным, без всякого сомнения. Всевышний говорит в Коране «Ваши жены – это ваше поле. Засеивайте ваше поле, как пожелаете». Тот факт, что Всевышний упоминает поле, позволил ученым Таби Иинам утверждать, что речь идет о половом акте через половой орган женщины, то есть никак не может идти речь о другом органе, а потому здесь содержится ни прямое, ни одобрение анального полового акта. Что касается хадисов, то имеются многочисленные хадисы, переданные более семи сподвижниками через десяток различных цепочек, и все они касаются запрета на анальную близость. А также аят, который я только что прочел, согласно достоверным хадисам, был неспослан, когда кто-то задал вопрос пророку, относительно близости между супругами. И этот аят был неспослан в качестве ответа. Имеется множество хадисов, запрещающих анальную близость. Среди них хадис от Абу Дауда о том, что пророк, сказал, кто бы ни вступил со своей женой в близость в период ее менструального цикла, это касается второго запрета, о котором мы поговорим, или со стороны спины, то есть через анальное отверстие, то он является неверующим относительно того, что было неспослан на пророку. Итак, первый абсолютный запрет – это анальный половой акт, и в этом нет никаких сомнений. Второй момент также абсолютно запрещен, он тоже является харамом, хотя и в меньшей степени, поскольку имеются степени запрета. Второй запрет касается половой близости в период менструального цикла, то есть во время этого периода вагинальная близость запрещена. В Коране говорится, «И они спрашивают тебя о месячных, скажи им, это страдание и для женщины, и для ее супруга. Отдаляйтесь же от женщин при месячных, и не имейте близость с ними, пока они не очистятся. А когда они, женщины, совершат большое омовение, то приходите к ним, так, как дозволил вам Аллах». Ибн Аббас сказал, слова «так, как дозволил Всевышний», подразумевают вагинальную, а не анальную близость. То есть аят вновь не напрямую запретил анальную близость. И от Аиши, да будет довольный дедю Аллах, передается, что однажды, когда у нее начались месячные, она лежала рядом с пророком, и она смутилась, это было в самом начале их брака. Она покинула ложе и пошла спать в другое место. Пророк, саллиллаху, спросил у нее, в чем дело. Она объяснила, что у нее начался цикл. Пророк, саллиллаху, сказал, «Не беспокойся, надень другое одеяние и приходи, ложись рядом». Конечно, здесь имеется в виду, что с наступлением месячных женщина не становится каким-то грязным созданием. А в некоторых культурах ее именно так воспринимают даже сегодня. Есть верование, включая ортодоксальных иудеев, согласно которым нельзя касаться тела женщины в состоянии месячных. И все, чего она касается, становится нечистым. В нашем шариате это не так. В другом хадисе, в сборнике Бухари, человек пришел к пророку, алейхиссаляту вассалям, и спросил его, «О посланник Аллаха, что является разрешенным для меня и моей жены, когда у нее цикл?» То есть он задал вопрос о том, что является разрешенным. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, что он может делать все, кроме близости. Разрешены и поцелуи, и ласки, стимуляции руками и другими органами. Все это разрешено, в том числе игры, которыми хотят насладиться супруги между собой, из того, что разрешено, за исключением самого полового вагинального акта. Непосредственное проникновение запрещено, за исключением этого все остальное разрешено. Особенности близости между супругами различаются в зависимости от времени и места, в зависимости от общества и культуры. Обратите внимание на следующий момент. Только потому, что в определенном обществе осуждается определенный вид близости, этот факт не делает подобную практику харамом. Поймите этот момент. В истории человечества каждое общество разработало собственный набор видов близости, собственные механизмы, если хотите. Это касается прелюдии и всего того, что происходит между супругами. Шариат нельзя сравнивать с культурами. Ваше право использовать или отрицать эти механизмы. Поймите, что в рамках вашей спальни вы имеете право не практиковать то, что лично вам не доставляет удовольствия или что, по-вашему, не подобает делать. Но не приписывайте религии те запреты, которых там нет, только потому, что в вашей культуре это не приветствуется. Редактор субтитров А.Семкин